Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Погоди Есть две теории Первая связана вот с чем С тем, что у меня родители слушают исполнителя Трофима И у него есть строчка Только Русь босиком воржи Будет Ризму по нём справлять И у меня Русь и Рожь Неразрывно шли И я такой Рожь, Русь, Солженица Но потом возможно я подумал Что я всё-таки был долбоёбом И такой Селлинджер, Солженица вообще поебать А я вообще рад, что я её не прочитал Мне всегда говорили, отец мне ещё говорил Надо вот эту книгу до 18 лет прочитать И я рад, что я её не прочитал Потому что скорее всего Я помню, как я был в 16-15 Я бы ходил, я такой, бля, книгу прочитал Там чисто я, бля Там вот чисто главный герой Это я Я так же вообще всё чувствую Блин, я сейчас так прочитал Блин, да, я её в 18 прочитал В 21 и вот сейчас И я всё равно какое-то родство С главным героем вижу И у меня ещё для меня челлендж был Потому что мне книга очень нравится Челленджер Я, ну, переживал Потому что легко что-то хуесосить Много юмора построено на том Чтобы что-то поругать А книга мне очень нравится И мне было интересно Как я справлюсь с тем Чтобы не ругать мою любимую книгу И я вот сейчас перечитал И меня как бы ничто Ничего в книге не злило И я думал, где, ну, надо До чего доёбываться Но, слава богу Книга существует, если что В двух переводах Есть второй перевод 2008 года И весь пиздец отправился в него Но мы это обсудим потихонечку Вот у меня огромный есть план В моём блокноте для разъёбов Это Селленджер? Это Оруэл Пахнет дудём от неё И важный момент Как будто по ощущениям Эту книгу все либо любят, либо ненавидят Вы как? Терпеть её не могу Но Я с школы знаю, что Если великое произведение Надо тебе не понравилось То ты должен ебать постараться Чтобы это доказать кому-то Поэтому я буду придерживаться линии Что мне очень нравится Блин, Лёх Я вот приблизительно там же Вчера Диману написал Первый раз его когда дочитал Я первый раз написал Диману Я говорю Дочитал книгу Полная ебанина Это вот первое было впечатление А потом я узнал, что она Бестселлер уже кучу лет И до сих пор продаётся Я такой Ну, возможно, просто я тупой Да нет, нет Миша меня вообще наругал Когда он угнал, что мне не понравилось Да Это моя любимая книга Рассказываешь на моём А почему тебе не понравилось? Так Чего он, блядь? Ну ты прям постарался Чтобы доказать, что Плохое произведение Вам, парни, так? Бест Бест? Я нормально относился Но потом Я прочитал вот в этом суперпереводе И теперь я 2008-го который? Да-да-да Я в восторге лютейшем Это моя любимая книга Навсегда Блин, ну у меня с тем переводом Связана история Он, если что Она называется «На пропастью варжи» В каноническом советском переводе Рита Райт Ковалёвой Я как-то ещё Жил в Волгограде Я зашёл в книжный Увидел Ловец на хлебном поле Ну это, кстати Это основный перевод Это хороший перевод «Кэчер и дырай» И я на радостях Купил книгу Я ехал домой в трамвае Прочитал 60 страниц Вышел из трамвая Выкинул его вот так В мусорку Пытаясь забыть Это сколько тебе лет было? 21 21? Ну как будто 15-летний Типа Я это ненавижу Так слушай Ну давай я просто сходу Прочитаю отсюда одну строчку И мы сразу обозначим Что это за перевод Чтобы все мы почувствовали В смысле Если у пацана штруня Какая-нибудь толстая Или на вид фофонская Или ещё как-то А штрик носит Фофонские чёрно-белые ботинки Этот хас улыбался Фуфлова Это чей перевод? Максима Немцова Мы просто не знаем Как говорили в школах В Нью-Йорке в 50-е Особенно в элитных школах В элитных школах Пенсия в этой ебучей Чё, давайте по сюжету Пойдём Пожалуйста Главный герой Холдун Книга написана Это дневник Это типа мемуаров Когда главный герой Лежит в санатории Или пансионате И лечится от туберкулёза И это вот его записки Что с ним происходило год назад Ты чё, Лёх? Не зажигается Нихуя себе ты крутой Ну там все круто курят И я решил в образе Но промахнулся Да, надо было всё-таки Купить зажигалку с бензином Да, это 17-летний парень Рассказывает историю Которая с ним произошла Год назад Когда ему было 16 лет И книга написана В жанре поток сознания Это... Это из того жанра? Да, да, да Ну который придумали Типа битники Это вот в ту эпоху Он ещё не совсем был открыт Он как бы в ту эпоху Как раз появился Такая битническая литература Да, вот и он Один из представителей Но это как бы смесь реализма Получается И вот этого нового жанра Это не чисто такой Да, да, но поток сознания Вам в целом Если вы мало читаете Вам поток сознания Может быть знаком По видео Это любое интервью Шестилетнего ребёнка На ютубе Которое есть Они все в жанре Поток сознания Да, есть, конечно, вопрос Как эта книга стала культовой тогда Если это приблизительно одно и то же Из-за эффекта Барбара Стрейзен Её пытались запретить Факт Главный герой Он учится в школе В элитной школе Пансионате Которая называется Пенси И он там всё терпеть не может Он описывает всех Как липовых людей Фиглеров Расстроен Ему ничего не интересно И начинается всё со дня Когда он возвращается из Нью-Йорка Они ехали туда На чемпионат по фехтованию И он потерял рапиры Он забыл их в метро И они вернулись обратно И поднял другой герой Да, да, да И плюс 300 к атаке получил Да, получается плюс 600 Он возвращается в Пенси И первый Он разговаривает со своим соседом По комнате Ричардом Стрейдлейтером Да Мы сразу понимаем Что его отчислили из школы Уже становится понятно И помимо этого Ещё случилось то Что он потерял рапиры И его бойкотировали Все спортсмены Которые вместе с ним ездили На соревнования Из-за того, что он Такой дурак Потерял метро Ну это как будто не страшно Если тебя бойкотируют спортсмены Приходит его одноклассник И просит его Написать за него сочинение Пока тот Сочинение по литературе Потому что Единственный предмет Который получается у Холдена Это литература Американская Он успевает только по Английски Он успевает только по одному предмету И все знают Что он очень круто пишет И его просят сделать Сочинение Вместе с Трэдлейтера На любую На свободную тему Типа Напиши сочинение за меня Пока тот Будет на свидание С девушкой Которую знает Холдена Ну и она ему нравится По идее Да Это легендарная девушка Это важно Тоже Легендарная женщина Она управляла Туманным альбиомом После короля Артура Да Джей Галакер У меня просто слово легендарное Повеселило Я ищу Все он отправляется Получается С Трэдлейтера Идет на свидание С Джейн Он сильно переживает Холден по этому поводу Но не подает виду Он вспоминает Там как раз Очень много отступлений В этом Он описывает то Как они как-то с ней встречались Гуляли И он постоянно напоминает Узнай про меня Спроси про меня Что на шашке Не умеет играть еще Да Что на дамке В заднем ряду Так на брат Это пизда ты играет Да что охуяло Типа я засуну Ферзя тебя в жопу И выиграю тебя без ферзя Это вот такого уровня Это в переводе Немцова Да Вот так вот было Блин, Леха Я тебя услышал Я вообще не спорю Малина это замечательно Но там нет бабок просто Нам нужно заниматься Корнем джиншеня Вот там все Блин Блин дружище Продай билет Пожалуйста Продай билет Продай билет Это уже не пройдет Ягодный бизнес На котором мы прогорели Продай билет Пожалуйста Леха, да хватит позориться Хватит клянчить у всех Продать тебе билет Возьми и сам купи себе билет Так как я тебе его сам куплю Я уже устал унижаться перед людьми Так это было до того Как ты узнал про замечательный сервис Купи билет Каждый раз, когда я вижу авиабилеты Мне очень хочется купить их Но это очень трудно уговорить человека Продать тебе его Никто не хочет расставаться с таким удобным билетом Так не надо уже никого ни о чем просить Потому что появилось удобное приложение Которое само тебя просит Купи билет Вот, смотри Сервис умеет строить сложные маршруты С разным количеством пересадок Максимально демократичными ценами И оптимальными по времени стыковками Через него еще можно и отели бронировать А с помощью услуги Купи билет-возврат Можно вернуть даже невозвратные билеты Ого, и дешево, и приятно И просить никого не надо Не то что, блин, раньше Дорого, унизительно И нужно просить Ну что, возьмем багаж и поехали Да, а промокод ты уже видел? А, так вот что это за надпись на моей руке Книги 500 Получи бонусные 500 рублей на первый заказ Совершенный в приложении до 9 октября С промокодом Книги 500 Прости, продай багаж, пожалуйста А что, сервиса купи багаж еще нет? Ну ладно, я понял Слушай, у меня от этой интеграции Какое-то ощущение дежавю Ну и заткнись тогда И погнали Значит, малину нужно брать Для меня вообще Вот это первые страницы Охарактеризовали очень героя Потому что потом он возвращается С свидания И у них происходит Небольшая подношовка Драка Из-за женщин Но никто ничего не озвучивает То есть он спрашивает Чем вы занимались с Джейн Он такой Я эти джентльмены не разговариваю Ну он говорит, что он точно знает Чем они занимались Потому что в отличие от всех Кто хвастается в школе Что они что-то делали Вот Стрэдлэйтер 100% что-то делал Путался Да Там написано путался Но это в том Они занимались сексом Ебался Ебался? Не-не, там петушил Джейн выебали Стрэдлэйтер отпетушил Джейн Ребят, правильный ответ Он их снашал В общем, для меня это прямо Характеризовало героя До конца книги Потому что чисто лох Чисто лох Приходит альфа Самец И говорит Я иду с твоей женщиной Она будет мне делать Минет в машине А ты пиши сочинение И он такой Ладно Ладно А потом он приходит Горит, что вы делали И он такой Я тебе не скажу Он такой Блин И получает пизды Я потом всю книгу И потом я всю книгу читал И когда он что-то делает Крутой Или рассуждает Я думаю Да ты лох ебаный Господи Что ты там вообще Димон, ты слишком крутой Просто, чтобы ассоциировать Видимо себя с Холденом Ты видимо себя со Стрэдлэйтером Ассоциировал Ты всю книжку думал Что по Стрэдлэйтеру Там Когда будет сюжет Про чувака Что, нормально было все? Да он не такой А мне наоборот В этом моменте Когда Холден Стрэдлэйтера На него наезжает Мне Вот эти все Рассуждения Холдена Про женщину Очень трогательными Кажутся Мне очень нравится Что он ему говорит Вот что Я ему сказал Что ему безразлично Переставляет девчонка Шашить или нет И вообще ему все безразлично Потому что он идиот и кретин Мне казалось Он очень трогательный Конечно Он трогательный Но это не отменяет того факта Что он лох Понимаешь? Да какой нахуй лох? Ему 16 лет Он курит сиги Катается на метро нахуй Пока его женщина Которую он любит Сосет в машине другому человеку Во-первых Они не встречаются Они не встречаются Нет Они просто друзья Да он там проституток С ним свободное отношение Это просто Ну там с проститутками тоже Он такой Это теперь полигамия называется А в 49-м Это как называлось? В 49-м Это называлось После военной синдром Хороший левак Потрепляет брак Бля Пиздатый перевод у тебя Так он там вообще Во всех же влюблялся Во всех женщин Которых видел в книге Нет Кроме тех трех А их всех трахали Другие люди Он куколд Холден куколд Холден куколд Просто который не может Это в себе принять Из-за этого он Бьет лицо другому человеку Все понятно Блин Но вот он про женщин Блин Это трагедия Мне очень вот этот момент понравился Что он про женщин говорит А сами девчонки тоже хороши Только мешают Когда стараешься Не позволять себе Никаких глупостей Чтобы не испортить Что-то по-настоящему хорошее Вообще Я в этих сексуальных делах Плохо разбираюсь Никогда не знаю Что к чему В прошлом году я поставил себе правило Что не буду возиться с девчонками Которых меня мутит И сам тут же нарушил это правило В ту же неделю Даже в тот же вечер По правде говоря Нет Не понимаю я толком Про всякий секс Честное слово Не понимаю Блин Ну тупая я конечно И потом в этот момент Когда они еще в школе Появляется еще Сосед Из соседней комнаты Чувак Который Почему-то соединял душевая То есть там тоже В этой школе для мальчиков Странно все было устроено Что было две комнаты Между ними душевая И можно как в Ворониных Переходить И там еще один персонаж Роберт Экли Которого он описывает Как гнусного Типа Который никогда не чистит зубы Постоянно ковыряет прыщи И все трогает без спроса И вообще не моется Можно добавить? Да Он целочка такая Каких мало Какие классные у вас Реально переводы Ребята Не знаю Чего вы зритесь Мне нравится И очень важный момент Что вот Вот я когда читал В Райт Ковалева Я всегда очень сопереживал Холдуну И всем его рассуждениям Но когда ты читаешь Вот в этом переводе Это все рассыпается Нахуй Потому что невозможно Сопереживать человеку Вот я вам прочитал Как он там девушек Описывает Вот что он пишет тут Но ничего Девка путевая Шнобель у нее Дай боже А мне в ней понравилось Что она не лепит тебе Всякий навоз Мол какой у нее штрик четкий Наверное сама знает Что он дут и халдей Обалдеть Это реально Это как будто Эталонный смешной перевод Дмитрия Пучкова Гоббина Да-да-да 2008 Это как будто Просто в школьном туалете Перевели А ну так это же и есть 2008 год Халдей Клофелин Вот так вот Мне это и нравится Потому что я задолбался Знаете, что ты про подростков читаешь А не умнее, чем ты Ты задрала А так вот халдей вообще Ну слова не те Да-да-да А так ты читаешь Тут написано Неслабо так перднул Очень дубово вышло Это такой Это нахуй Мой уровень развития Нет, это его уровень развития Я лучший Я сам реализующий Но слушай А там психи Психи? Да-да Короче, очень важно Советский перевод Был достаточно зацензуренный И, например, все упоминания Каких-то извращенцев Либо гомосексуалистов Они переведены как психи То есть он говорит Я зашел в бар И в углу была кучка психов И они разбирались В своих психических делишках Тут же вот так написано Да-да-да А тут уже он не стесняется Называть вещи своими именами А прости, как? Проткнутые? Я зашел в бар В петушином углу Водилась кучка педа Рассов Ну нет, но там Он гомики говорит Гомики Осуждаю Еще я вам подготовил Ребята Викторину Нужно угадать Это цитата Чарльза Буковски Или Холдена Колфилда Впервые поцеловаться Впервые потрахаться В этом есть Что-то драматическое Буковский Почему люди интересны Со временем Медленно, но верно Открывается Вся ущербность Все сумасшествие Я значу для них Все меньше и меньше Они значат Все меньше и меньше для меня Это первый отрывок И второй отрывок Стоял у меня Будь здоров Я вытащил лопатник И стал искать адрес Который мне дал парень С которым мы на Болехе Познакомились Адрес был Одной девки Не совсем шлюха Никак Но не против Палки другой Время от времени Это обе цитаты Моего отца После третьей рюмки К сожалению Про палку другую Это Холден Колфилд Да, да Это Я помню Да, да Просто Максим Немцов Еще, если что Очень много Чарльза Буковский Переводил И он автор Я, кстати, недавно Тоже купил книгу И я не знал, что это Один переводчик Пока не дошел до момента Рука Лидии схватила Мою руку И втолкнула ее За пояс джинсов Трусики Кончиком пальца Я нащупал маковку Ее пизды На этом моменте Я узнал авторский стиль Ловец Ловец на хлебном поле Господи Ну, вам нормально? Вы знаете, где маковка пизды находится? Ах, это маковка пизды Маковка пизды Итак Она еще секретнее, чем клитор Пиздец Ты ее находишь, а ЦРУ Приезжает, тебя забирает Мальчик находит клитор Мужчина Да, она маковка пизды Так называемая Точка Y И закрывая вопрос этого перевода Иногда ты тут читаешь Короче, тут есть предложение Где ты из контекста Понимаешь, что означает Мне не в струю Мне не в жилу Но есть предложения С которых я прочитал Вот два предложения Я не понимаю, что он имеет в виду Банда была гнойная Бадисингер Сквозняки Но не путевые сквозняки Фофаны Что это? И потом мне очень понравилось Здесь вот такое есть выражение И тут, видимо, второе предложение Автор сам прокомментировал свой перевод Потому что тут написано Такой уматный Что еще чуть И прям фофан Я не очень секу Чего хотел этим сказать Но что-то хотел Парни, это уже не серьезно Ну мы реально крутые комики Нам просто нужно показать На что мы способны Да, телефон Выберирует что-то Звонит кто-то Это Лех Кушонкин Привет, Лех Здорово, братан Слушай, есть дело Раньше в клубе шоу было Клевое очень шоу Называлось Шоу молодых комиков А сейчас никто этим не занимается И в общем Я думаю, что Клев был бы Если бы ты этим занялся Андрей Лех, я не Андрей В смысле? А кто ты? Лех, я Семен Диак Так А кто-то вот из этих двоих Андрей есть? Не-не, я Саша Нестеленко Не, я тоже не Андрей Я Рокопян Ну погоди Хорошо, там в целом Есть какой-то Андрей Не, Лех, рядом нет Андрея Ну, блин Ну а вы вообще Выступаете тоже? Да, Лех, мы тоже уступаем Ну а что вы мне мозг ебете Или найдите Андрея Или сами сделаете Все, давайте, ребят Удачи Бросил трубку Блин, парни Это наш шанс Блин, хорошо, что Андрея не было Да Давайте по сюжету дальше Продвинемся А то мы первую главу разобрали И Холден не выдерживает всего этого притворства Он выбешивает со всех них Тем более его отчислили Из-за того, что он завалил 4 предмета из 5 Он сдал только английскую литературу Из-за того, что он в целом любит читать У него брат, писатель, который перебрался в Голливуд Писать сценарии И он в другой школе читал все эти произведения Он только сдал литературу По всем остальным его завалили И выгнали из школы Это уже не первая школа, из которой его выгоняют И он решает бежать из школы Потусоваться в Нью-Йорке И через 3 дня прийти домой Когда родители уже прочитают письмо об отчислении И успокоятся Надо еще сказать, что они вообще подрались с Тредлейтером Его по сути избил И он пошел гулять после этого Еще надо, мы забыли сказать, что С Тредлейтер просил написать ему сочинение Описывающее какую-то предмет на свободную тему Просто описывающее что-то А он написал футбольную перчатку Бейсбольную перчатку Своего брата Алли Который умер И он рассказал Перчатка была Он был левшой, во-первых Что редкостью Он ее всю исписал стихами И чтобы интересно было Что можно было почитать Пока ты ничего не делаешь И он написал перчатку С Тредлейтеру не понравилось сочинение Потому что он просил его дома писать или комнату И Холден от злости порвал его Они подрались, да И он решил уехать У него были деньги Какие-то, которые ему подарила бабушка с дедушкой Да, и там он сказал, что бабушка сумасшедшая Четыре раза в год его поздравляют С днем рождения Дарят ему деньги Все, он уезжает, да Из пенсии Отправляется в Нью-Йорк Садится Со словами Со словами Спокойной ночи, кретины А, он едет в электричке в Нью-Йорк И там встречает мать Одного из своих одноклассников И мать, мы так понимаем Милфхантер Нет, там включается Милфхантер Во-первых, мне нравится Как он про нее говорит Я от женщин балди Честное слово Нет, я вовсе не в том смысле Вовсе не такой бабник Хотя я довольно-таки впечатлительный Просто они мне нравятся И вечно они ставят свои дурацкие сумки посреди прохода По факту А потом вокруг этих сумок встают и танцуют Он встречает маму своего одноклассника И начинает с ней заигрывать Как это может сделать 16-летний Как делает этот 16-летний Ебать, как жутко, естественно Нет, а она как будто бы еще немножко клюет Она сама его-то хочет, хохунда Да Сыр, сыр Первоначально она очень заинтересована Он же там стелет всем Ну, он обманщик такой И он рассказывает историю про этого парня Который с ним учится Что он очень хороший парень Что его себе любят Что он замечательный И она такая Да, да, говори еще Еще расскажи про моего сына И он говорит А пойдемте выпьем Он вот это реально Это ухаживание 16-летнего Он ей сначала сигу предлагает И они закуривают И после этого он так В вагоне, где нельзя курить, между прочим Потому что Никто не увидит Никто не увидит Когда нас наругают Тогда мы уберем сигареты Попогата Покурим, мамаша А еще ваш сын меня научил Какую нелингу сделать Показать Я почитаю Показать Мне нравится, как его метают По возрасту этого Холдена То есть он иногда думает Что он взрослый Но в какие-то моменты Его реальность возвращает на место И он в какой-то момент Пытался там бухло купить Ему не продали И он такой Ну их с работы вышибут Если прочухают Что они малолеткам продают А я нафиг малолетка Да, в общем Они разговаривают с матерью Но ничего у них не вышло И в итоге он все Доезжает до вокзала Выходит И он в Нью-Йорке Он до гостиницы Едет на такси И тут есть линия Которая проходит Через всю книгу Что Холден Доебывает таксистов Разговорами То есть то, что мы все Переживаем Когда иногда ездим В обратную сторону На экономе Тут в обратную сторону Потому что Он поворачивается К таксисту И говорит Скажите, вы видали Тех уток на озере У Южного входа В Центральном парке На маленьком таком прудике Вы, может быть, знаете Куда они деваются Эти утки Когда пруд замерзает Может, вы случайно знаете Таксист говорит Ты что, братец Смеешься, что ли, надо мной? Нет, говорю Просто мне интересно узнать То есть это линия с утками Что его волнует Нам надо побольше Если бы тут просто Две поездки с таксистами В остальных он рассказывает Что мир это симуляция Что протославяне Были огромные Значит, у меня какой вопрос Ему же 16 лет, да? Да А что, он не в 16 лет Не в курсе, что утки Блядь, перелетные? Ну вот он и спрашивает там Они улетают Или, может быть, их куда-то увозят Да-да, почему он не знает Чему их учат На природоведении В четвертом, нахуй, классе В четвертом, нахуй, классе Не, так он искренне не знает Он еще до того, как Таксисту сесть Он вспоминает Об этом пруде А, ну а утки есть Которые зимуют Вообще Понял Тебя чему, нахуй, учили На природоведении, блядь? Извините, я просто Нафиг малолетка Поэтому Иногда буду говорить Несу разные вещи Простите Вообще, кстати, я был На всем природоведении Ни разу не говорили Про уток Куда они летали Вопрос в том, что, мне кажется, это вообще не обсуждается Они считают это как бы Мне кажется, в 51-м году вообще про это не разговаривали А сраные кучевые облака держите, которые Как образуются Какая разница? Холден до отеля еще решает Он бросает вещи в отель И решает позвонить девчонке Номер, который ему дал какой-то знакомый Которая как раз Что за девчонка? Ну да, он ее описывает как давалку Она не шлюха, конечно, но против палки другой не прочь Вот это отрывок вот из этого момента Да, он звонит ей Она отвечает Она вроде как спала Но, кстати, разговор тоже довольно Как какой-то Вы найдите, прочтите Давай, поеду Найдите, прочтите Ну, почитайте Что-то где это? 12-е, да, вроде? Там мугарный, как он пытается разговорить Вначале она очень реагирует Типа, да, чего ты звонишь так поздно? А я вот вашего друга знаю Какого друга? А этого друга? И как он? Да нормально, да? Ну хорошо А ты что делаешь? Да я в Нью-Йорке тоже хотел Вот с вами якобы встретиться, да? Ну можно чего? У тебя голос приятный какой-то Она говорит Давай завтра встретимся И он зачем-то говорит Я завтра уже не смогу И расстроенный, закончив разговор Идет в бар Где в баре он видит трех женщин Которых он описывает Как крайне уродливых Да, да, да Но когда одна из них крутилась У нее так мило вертелся задик Просто прелесть Ну это я уж додумал В книге такого нет Как же интересно Это описано Это ты же в хорошем переводе, да? Да, да, да Это в хорошем переводе Увертелся задик Как у собаки Которая на приборной панели, знаешь? Ага И он с ними тусуется Танцует Танцует Не такой лох Не может купить себе бухло Но покупает им А себе колу И ведет себя вообще Он транжирит деньги Он оплачивает Он говорит в какой-то момент Стол ломился от бокалов И он заплатил за все Даже за то, что они до него Покупали У него 200 баксов, по-моему, где-то было Это очень много Но эти девчонки Они абсолютно Вот там очень важная линия Которая потом в жизни Ну, в реальной жизни Очень сильно угнулась Что Холден Ненавидит любое притворство То есть все, кто пытается быть Крутыми перед другими людьми Или перед тем, кто заискивают Или восхищаются знаменитостями Или только ведут себя Сами знаменитости Все это в Холдене Вызывает ненависть и отторжение И он разыгрывает этих девчонок Говорит, что там актер проходит Известный Отвлекая их тем самым Что такое, Лех? Да нет Да нет, ну что, давай Да уже, блядь, поздно Давай я сначала начну Да ты что, дурак, что ли, гонишь? Да нет, конечно, я же не обиделся Давай продолжай И уже хуйня началась А ты мне что-то хотел сказать? Да, да, я хотел сказать Ну, скажи, пожалуйста Да зачем ты меня уговариваешь? Я тебе, конечно, скажу Короче Что ты говоришь, что он вот ненавидит Ну, начни перечислять, что он ненавидит Он ненавидит притворство По казуху Когда кто-то перед тем-то заискивает Или, например, когда пиджаки надевают Когда обычно их не носят, да? Я же говорил, не надо было, блядь А, вы специально, да, сегодня пиджаки одели? Нет, нет, я всегда так хожу Я просто в своем Да, я тоже, я в домашнем вообще Я вот таком посуду мою Вот так вот? Это у меня костюм Это у меня костюм для душа Я еще надеваю шапочку И мою только лицо Так, Холден Ну, из ночного клуба Холден опять едет куда-то на такси И здесь происходит второй разговор с таксистом Его зовут Горвиц Что опять нас отсылает Как бы к Яндекс.Такси И всему нашему опыту Он начинает с ним разговор Про уток опять Ебанное На что Горвиц ему говорит Да ты заебал, а вот с рыбами что? Как ты думаешь? Они вмерзают или нет? Таким образом... О, это когда один сумасшедший Встречает другого более сумасшедшего Причем таксист, он уверяет Что рыбы именно вмерзают Он не спрашивает Он говорит, он вмерзают И питаются своими соками Да, он говорит Матушка природа бы Если бы ты вот вмерз бы Она бы хотела, чтобы ты через поры Все поедал То есть, соответственно Холден Колфилл создает Нулевого пациента Пиздячего таксиста Первый А еще здорово Обалдеть Обалдеть В 1949 году Первый таксист Потому что там Вот эта вся классическая Как раз история такси Что ты замерзнешь И будешь есть порами А там потом Ты потеешь И шлаки все выходят У меня вот бабушка Так 200 лет прожила Конечно И вот после вот таких вот разговоров Мы иронизируем над Задорновым Что он про американцев Тупых шутил По-моему Вот это прям разговор Двух тупых американцев А куда деваются утки зимой А рыбы вмерзают в лед Пойдем стрель Пойдем в Афганистан Блин Блин, вот вы, к сожалению Прощай, еврей Это все американцы Вы, к сожалению, не понимаете А я с Лехой дружу И у нас разговоры бывают В 400 раз тупее Я вот тоже хотел бы послушать Лехин разговор с таксистом Какой-нибудь Мы как-то с Лехой Про вкусы чокупая Разговаривали минут 30 И там вообще разговор Ебать какой неумный был Но я этот разговор не помню И ты знаешь по какой причине По какой? Мы По какой, Леш? Его потом чокопай изнасиловал И он стер эти воспоминания Ой, господи А сколько чокопай вкусов вообще? Банановый Потом новогодний С кошечками шоколада и апельсином Вот американцы нахуй тупые, конечно Еще, короче, он поехал в новую Уже на новом такси В новый джаз-клуб Где играет Джаз Да Соответственно Его зовут, по-моему, Сэм Эрни Или Сэр Эрни А, Сэр Сэр Да, Сэр 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 Короче, какой-то чувак Который Невероятный джаз-мен Но ему все равно не нравится Он, потому что он сильно Сильно круто играет И знает, что он круто играет И он будет общаться с тобой Только если ты какая-то шишка Как говорят Можно цитату? Да, конечно Удристаться Не уверен, что там за песня у него была Но что бы ни было Он ее точно говнял А когда ты играл Слышали б вы толпу Вы б точняк блеванули Блин, у Максима Немцова Еще и вот что обратило внимание У него некоторые Некоторые предложения Построены так Как будто это тексты песен Какого-нибудь Саши Скула Я заинтригован Еще кого-то Вот смотри В моторе том, что мне достался Воняло, будто кто-то харч метал Это же прямо реально Это Курю сигу на вкус параша Вот Классический И моя любимая Это вот это Как будто реально В 16 лет Я временами себя ощущал Так на каникулах Делать нефиг Только керять да курить Ну вообще мудро Кстати, надо сказать Что он вспомнил В этот момент Опять про Джейн Галхер Как они играли на веранде В шашке И она заплакала Из-за своего Вот этого отчима Блюдка отца А он же, да, всю книгу Хочет ей позвонить Да К сожалению, ему это желание Приходит только ночью Ну а когда желание У тебя не приходит желание Позвонить Не там Какой-то девочке Которая тебе нравится Ну в обед, блядь Ты сидишь что-то ешь В теремке И такой Что делаешь Работаю, блядь Мне 16 нахуй А день не заколачиваю Нет, но с другой стороны Он герой Потому что, если честно Мне, чтобы матери позвонить Нужно час собраться С мыслями А он девовке звонит Любой, какой захочет Но то и сам Это не может Он не может ей позвонить Потому что Его выгнали из школы Если его мать Мать этой девочки Знает его Если он позвонит Она узнает его Скажет, что А почему ты там На каникулах уже Почему ты в Нью-Йорке Вообще Почему ты не на занятиях В общем в этом еще Тема, что он всегда Должен позвонить И чтобы обязательно Она взяла трубку Если кто-то другой возьмет То это не получится Да, и он Джейн Еще очень мило описывает Вот так он один умрет Он рассказывает Что они не целовались никогда Но вспоминает один момент Как раз Когда она заплакала Из-за отчима И он Ну молча просто Да, он пришел Попросил сигареты Где есть сигареты В доме Он ее целовать начал Да, и он подсел к ней И начал ее целовать Везде, где она плачет Он говорит Я только в губы ее не целовал То есть он целовал там щеки Это харассмент называется Это френдзона называется Нет, он ее целовал Она разрешала? Ну, они вместе проводили время Он рассказывает Что он говорит Не думайте Что у нас прям Совсем ничего не было Мы с ней за руки держались И с ней было приятно Держаться за руки Потому что она необычно держалась Он очень милый Конечно, ему было плевать Что рука потеет Как же он ее любил Господи Просто она была набрать И все Может, она ее в губы не целовала Потому что она член сосала Это вот в этом переводе Она потому что Как это Цитирую Максима Немцова Была законтаченная И всегда, когда Холден Написывает Джейн Это всегда очень трогательно То есть он вообще Он романтик Который иногда Так как ему 16 лет Он дуркует сильно Потому что После этого воспоминания Джейн Что происходит Он из бара для Эрни Уходит И в отеле Лифтер предлагает ему Снять проститутку Он говорит Хочешь поразвлекаться И говорит ему В переводе Райт Ковалевой Пять на время Пятнадцать за ночь В переводе Максима Немцова Он говорит Пять за палку Пятнадцать за ночь А ей палку предлагаешь Ну пиздатая Пойду крапиву пить Сумасшедший сутенер Пять за палку Пятнадцать за ночь Это охуенная палка Десять за шарик Слышишь А в 16 лет Для тебя действительно Это равносильные вещи Пиздатая палка И проститутка Вдруг реально охуенная палка Вот эта прямая У которой Таченый сам делал Вот так просто У которой еще есть Сбоку еще сучок Чтобы это было Одновременно И меч И автомат Охуенная палка Дорогого стоит 15 баксов За палку Леха Соловьев 16 летний Американцы тупые Потому что Не знают уток 22 летний Лех Соловьев Да палка Пиздатая Я такая прямая Я такой самурай Не, ну вообще Если у тебя есть палка То можно и проститутку Добыть Это как с этим С удочкой И рыбой Если у тебя есть деньги То у тебя будет Один раз проститутка Если у тебя есть палка Всегда будут проститутки Блин, а Леха Хоть чему-нибудь научусь А вдруг мне когда-нибудь Придется жениться Да Все, она оказывается Приходит Девчонка Оказывается, что она Очень молодая Практически его ровесница Даже может быть Чуть младше И Она себя ведет Она тоже ведет себя Очень неуверенно И это он чувствует И в общем Они оба неуверенные Она давит на него Говорит Давай, давай В итоге он говорит Что у меня Клавикорду резали Я не хочу У меня редкая болезнь Вот уже Что это? Ну это что-то Он выдумывает Я думаю Извините Он часто Он и матери одноклассника Врет, что ему опухоль вырезают Он достойно Еще часть этого персонажа Он все время гонит Что-то Вот да Просто Мимо кассы Блин, но вот это кстати А когда Преститутка-то себя вела Неуверенно Она же сразу зашла Пальтишек кинула Нет, она резкая Понимаешь В этой резкости Чувствуется ее неуверенность Тоже Он пугается ее И говорит Давай, я тебя заплачу Но ты просто уходи У меня есть фраза Давай Я знаю Полагается, чтоб у тебя Ничего так стоял Когда перед тобой Берут и стягивают платье Через голову А у меня никак Никакого стояка И в помине Больше тоска, чем стояк Блин, ну разве не жизненно? Это очень отечественный Больше тоска, чем стояк Блин, мне нравится, Димон Чем больше тот перевод слушаешь Тем ты больше проникаешься Не, не Я больше Это ситуация просто Да бросьте, что у вас не было такого Когда вот Ну не произошло этого Ты смотришь на нее и думаешь Да я и знал, что не надо это делать Да и просто поговорим с тобой А то как-то тоскливо Да Ну вот А что вот тогда? Кто? А кто что? Не знаю, Миш Ты что-то все Я все Я говорю Ну вот Все В итоге она Да, скажи Цитата нравится просто Замечательно Словом, всегда что-нибудь мешает Все-таки раза два это чуть не случилось Особенно один раз я это помню Главное, как только дойдет до этого Так девчонка, если она не проститутка Или вроде того Обязательно скажет Не надо, перестань И вся беда в том, что я ее слушаюсь А другие не слушаются А я не могу Я слушаюсь Молодец И в чем беда? Ну, потому что это 49-й год А, там нужно было все Активное согласие придумали ведь в 50-м году А люди 49-й Когда прочитали эту книгу Такие, блин, нужно срочно что-то делать Плохо, что Хоуден бедой это читает Это очень здорово Что он такой? Да Для него беда То, что он не может заняться сексом А для него нужно в 16 лет Да, блядь Пайпном поймет, что похуй В 16, 19, 25 Какая разница? Ладно, Леха, извини Охот, девственник Женатый? Женатый? Тогда понятно Что, жена не сдает? Ну Не сдай мне Это я на пропасти варже экранизировал режиссер Сласов Леха Соловьев в роли Холден Холфилл, да? Федор Добернрауф это Холден Холфилл А стрэдлэйтер это? Стрэдлэйтер? Стрэдлэйтер это Митяй Да Все Возвращается Она уходит в итоге Это проститутка Он ее А по сути Она обидевшая Взяв пятерку Хотя она говорит Что нужно 10 давать Он говорит Я слышал, что 5 Дал ей 5 долларов Она возвращается Через какое-то время С лифтером и требует деньги Назад Требует десятку В итоге он его Избивает И забирает У них У него из кошелька 5 долларов Еще говорят, что мы не воры Мы не воры Мы забираем просто свое Вы всего лишь сутенеры и шлюха Которым должны 10 баксов В первую очередь Никто не должен 10 баксов Лифтер прежде всего долбоеб Во-первых, он работает лифтером Давайте уже как бы это Ни ему, ни лифту чести не делать Потом Почему? Ты мудак Огравил парня Но он за это поплатился Чем? Лифтеров больше не существует Убразилили Да, но я не думаю, что он сейчас об этом переживает Все, его избили Он заплакал И они ушли На следующее утро он спал А, он хотел лечь спать И перед этим он вспомнил Как раз он решил помолиться Молиться Но он решил помолиться Перед тем, как они пришли ему пизды давать Почему нет? По-моему избили его уже По-моему нет Да, ты уверен? Да, он уже на этом А, ты поставил, как она ушла Да А если бы он помолился Его бы не избили Это доказательство существования Бога Он там с апостолами не мог разобраться Очень интересное размышление про апостолов там у него Он у меня открыто как раз Да? Давай Лег и подумал Помолиться что ли? Но ничего не вышло Не могу я молиться Даже когда мне хочется Во-первых Я отчасти атеист То есть Ну что уже Отчасти атеист Это уже называется Пиздобол Пиздобол Агностик Да, спасибо Христос мне в общем нравится Но вся остальная муть в Библии Не особенная Взять например апостолов Меня они по правде говоря Раздражают до чертиков Конечно Когда Христос умер Они вели себя ничего Но пока он жил Ему от них было польза Как от дыры в башке Все время они его подводили Мне в Библии Меньше всего нравятся эти апостолы Сказать по правде После Христа Я больше всего люблю В Библии этого чудака Который жил в пещере И все время царапал себя камнями И так далее Это кто? Я вообще не знаю Леха Это наверное Иоанн Креститель Купава Леха Вот комик Который до последнего Его не будут преследовать власти Потому что он ненавидит американцев Библии разбирается Там вот история в том Что он же не Про апостолов Говорит из-за того Что они бы Иуду Не простили бы А Христос точно Простил бы И отправил бы его в рай Вот поэтому Я вот считаю Что не найдено еще просто Евангелие от Иуды Ну мы ждем Да Я жду Там больше что узнается Что Иисус ему заранее Попросил предать себя А тот взял вот самый Этот большой грех на себя И тоже То есть он второй По святости человек Книжный клуб Глава 59 Ведущий Алексей Соловьев Евангелие от Иуды Это простите за спойлер Будущих выпусков Вот что важно Он начинает переживать Что он прокутил все деньги Что у него уже очень мало денег Остается И он утром идет завтракать И встречает В каком-то кафетерии Двух монахинь Ну при вокзальном Он отвез Взял Забрал деньги Ой забрал вещи Из гостиницы Он туда уже не вернется Взял чемодан Отвез его на вокзал Оставил И в привокзальном кафе Пошел Да Которых он по своей Манере 16-летнего ебаки Начинает клеить Предлагаю им дать 10 долларов пожертвованиями И прочими Вещами На которые ведутся монашки Он вспомнил Как был у него сосед Еще один У которого были чемоданы Очень хуевые Ааа Да-да-да Короче Что Холден Из достаточно богатой семьи В любом случае И он жил с парнем Который стеснялся Что у него дешевые чемоданы Да-да-да Он в элитной школе учился И у него были дешевые чемоданы Да И он стеснялся сильно этого И притворялся Что это Холден И он притворялся Что чемоданы Холдена Это его Да И когда Холден Прятал свои чемоданы Он их доставал Всегда И Холден понял Потом Что он делает вид Что это его чемоданы И это опять липа При том Что он говорит Это был замечательный парень У него было клевое чувство юмора Да, но чемоданы. И потом его поселили с чуваком, у которого такие же чемоданы, но он не очень хороший тип просто по жизни. И там потом самый, наверное, тоже важный момент книги про песню. Это уже он пошел гулять, да. После того, как он позавтракал, дал монахиням эти 10 долларов, пожалев о том, что очень мало дал, но все-таки все, отправился гулять и пошел в магазин, вспомнил про Фиби. Фиби — это его сестренка младшая. Он решил ей купить пластинку. И пластинку как раз песни, которые ее любимая певица какая-то, вот они очень любили песню. Он когда гулял, встретил семью, где был очень какой-то забавный малыш, который напевал песню «Если вы ловили где когда-то вечером воржи». Что-то там, что дети играются над пропастью воржи, или дети игрались воржи. И он как раз-таки в тот момент начал представлять, что он говорит, я хочу ловить ребятишек над пропастью воржи. Что он из-за этой песни начал представлять, что дети играются на краю пропасти, и там очень много маленьких детей, и только Холден — единственный, кто может их поймать. И это очень важно, потому что он до этого описывал свои занятия, что он говорил, я не хочу стать ни хирургом, ни пианистом, ни кем вообще таким. То есть он не знает, чем заниматься. Это вот единственное занятие, которое ему нравится — ловить. Детям именно. То есть там всю книгу идёт линия про то, как Холден сочувственно относится ко всяким детям, потому что как раз-таки в детях нет липы, все это, которые он ненавидит, и дети — самые что ни на есть настоящие. — То есть ему бы быть педагогом, на самом деле. — Поэтому его главное... — По-английскому. — Главный друг — это как раз его младшая сестра Фиби, и его брат, который умер, с которым он всё время находится в общении, в какой-то связи. — И после этого Холден, после встречи с монахиней, он слышит эту песенку, и он звонит своей подружке Салли Хейс, как раз-таки с которой он спутался, и он говорит, мы с ней целовались. — Я не сразу просёк, насколько она глупая, потому что очень сложно понять, что человек глупый, когда ты с ним постоянно целуешься. — Опять мудро. — Да, но он с ней не путался. — Путаться — это у них означает... — Заниматься сексом. — Да. — Да, он же в девственности решился в 14 вроде бы. — Нет, это не Холден. — Это не Холден, а кто это? — Нет, это там его друг, и тут вот в этой... — Нет, он девственник, он же говорит, перед тем как... — Он, причём, он говорит, если честно признаться, я девственник. — Ну, я так читал, когда... — А в этом переводе, кстати, перевод... Вот тут лишился невинности, а здесь написано, ему целку сломали, когда он был в 14 лет. Честное слово, это я уже не выдумывал. — Бля, я надеюсь, он починил целку нахуй, вот эту сломанную. — Да, он звонит девчонке, с которой он целовался, и он её... Ну, и там видно, что он не хочет всего этого. Он всё это время во всех его поступках... — Можно цитату? — А? — Разумеется. — Трубку сняла её Штруня, поэтому я сразу повесил. Не в жиляк мне с ней разводить долгие базары и всякое разное. Мне вообще не в струю с предками девок по телефону разговаривать. — Какой ужасный перевод, просто ужас. — Но мудро, опять, реально не в струю с предками девок. Когда-то в струю было разговаривать, никогда не в струю. — Назначил он свидание ей у отеля Бютмор. Кто-то не знает, если в Нью-Йорке какой-то известный отель. — А, он сразу рассказывает про театр немного, про то, что он ненавидел Ромео и Джульетта. — Да, но ещё очень важно, что он как будто и не сильно хочет с ней видеться. Он всё время говорит, что она тоже липа и позёрка, и она ему не нравится, но она очень красивая и позволяет её целовать, поэтому он с ней. — Да, они договорились пойти на Бродвей, посмотреть какой-то благотворительный дневной спектакль, на который, видимо, не очень много людей ходит. И вот они пошли, там было много людей. А он перед этим пошёл куда-то, я не помню, в кино. Вроде всё, в кино он пошёл. Да, он пошёл в кино ещё. Я смотрел, что там похоже на передачу «Комики против кино». Там просто большой абзац про то, как хуёво снимают в кино. — Да, да, и Холден вообще, если что, это тоже важная линия, что он ненавидит актёров, ненавидит кино. Но тут есть очень клёвая цитата. Я сейчас, простите, её прочитаю. Это очень важно. Как будто в момент, когда ударил лифтёр. «По дороге в ванную я стал воображать, что у меня пуля в кишках. А теперь я иду в ванную за добрым глотком виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Проклятое кино — вот что оно делает с человеком». — Очень забавно смотреть, как он ненавидит кино, зная, что жена Сэнджера первая ушла к Чарли Чаплину. Я такой, да-да, актёры — они плохие, конечно. — Да-да-да, блин, и вот эта вот тоже мысль, что у тебя пуля в кишках. Я это так 18 лет прочитал. Мне вот тоже нравилось представлять, когда ты в какой-то плохом настроении идёшь, ещё осень, ветер, ты куришь сигарету, и представляешь, что у тебя пуля в кишках. — Проглотил случайно, да. — Это как после, когда сходил на Человека-паука, ты ещё немножко Человека-паука пока до дома идёшь. — Там ещё была такая тема, что он у катка от девочки одной, маленькой, с коньками, подкрутил ей коньки. — Да, ключом. — С ней вообще был ещё смешной диалог, что он тоже сестру подумал, что может найти, это же с ней было. — А, да, он спросил про музей. — Да-да-да, и там вообще вот эта... Ну, книга вообще в целом, она как бы забавная, все эти ситуации комичные, но там прям шуток нет. Это единственный момент, который я прям... Он меня прям сильно насмешил, что он разговаривает с девочкой и спрашивает, ты в кой школе учишься? Оказывается, что она учится с его сестрой вместе. Ну, в одной школе, типа, в разных классах. Он говорит, а ты не знаешь, где может быть моя сестра? Она такая, ну, наверное, она в музее. В прошлую субботу наш класс водили в музей, а в эту субботу, значит, их класс поведут в музей, она точно в музей. Ищу её в музее, и Холден такой, но сегодня воскресенье. И она такая, ну, значит, она не в музее. — Это разговор с ребёнком. — Они с этой Салли идут в театр, и всё время он с неё выбешивается с того, что она ведёт... Вот она, вот этот типаж девчонок, которых Холден ненавидит, которые в себя собирают всё, что... — Ну, тоже светские девчонки такие, которые вот входят в театр. Она восхищалась этими лантами, которые играли в этом спектакле. Вот они известные актёры. — Да. — Алексей, вот там вот это самое здоровское точное описание книги, что он говорит, они играли, и по ним было видно, что они понимают, что они хорошо играют. — Угу. — Да. Ещё их водил брат когда-то... У него брат есть, тоже мне рассказали, наверное, то, что у него есть брат, который живёт... Он известный писатель, он живёт в Голливуде, да. Пишет всё время для кино, он ещё поэтому ненавидит кино. — Он говорит, у него... Его брат написал клёвую книгу рассказов, которая ему очень понравилась, а потом его позвали в Голливуд, и Холден расстроен, что он уехал писать сценарий, и он везде это говорит, что он поехал с собой торговать в Голливуд, и всячески стыдится, что его брат продался бездушным машинам кино. И, в общем, Салли и Хейс, они после кино идут в бар, где он начинает... Они начинают выпивать, он заказывает им алкоголь, что это какой-то бар, где было всем наплевать сколько лет. — Да-да-да, уже вечером... А, был такой бар, где уже так много народу, что уже не спрашивают возраст вообще. — Да, и уже пофиг, что он нафиг малолетка. — Да. — Они начинают с ней спорить, и он в какой-то момент, он уже в каком-то сумасшедшем состоянии, и он ей говорит, а давай сбежим на Средний Запад. Я буду ковбоем, у меня будет ранчо, ты будешь жить со мной, и мы будем... Я найду работу, мы будем с тобой. — Да, она с ним причем разговаривала о чем-то серьезном, вроде более-менее, и он на все ее... на весь этот белый шум, видимо, который ему в голову поступал, он такой, я сейчас беру машину, мы берем ранчо. Она такая, что ты несешь вообще? А заканчивается это по итогу ссорой? — Да-да, и он ей говорит, докатись, ты сама знаешь куда, и она убегает, и он остается тут же пить в этом баре. — А Боннин Клайд уже были тогда? — Не понятно? — Да, да, по-моему, да. При том, что он еще очень переживает, как настоящий пиздюк, что она расскажет папе. Он говорит, ее папа меня не любит. Надеюсь, она ему не расскажет никогда про то, что это произошло. — В общем, они поругались, и она... в итоге она... он ушел, и не выдержал, насколько... — Не, она убежала, он убежал, он остается пить, — Ну, это абьюз чистый там был вообще, там просто... — Ну, она тоже манипуляторша. — Она? — Ага. — Ну, тут никак не проявила себя. — И тогда, как любой нормальный пацан в такой ситуации... — Он заплакал и убежал. — Он звонит своему старому другу, который... Никита, я знаю, у тебя есть цитаты в описании этого человека. — Люс такой, его Люс... — Люс такой, ну и типус. — Когда я ходил в УТОН, он считался моим наставником, хотя наставлял он только про то, кто кого как пежит, и всякое разное. — Все время нам трындел про всяких жутиков, которые ходят и с овцами сношаются. — Еще про гомиков и лесбиянок. Лесбиянок с большой буквы, кстати. — Гомиков с маленьких. — Этот Люс знал всех гомиков и лесбиянок в Соединенных Штатах. — Нет, он был таким типа сплетником всяким, он узнавал все про Голливуд, именно все, кто... — Все, кого пежит. — Да, типа того. — Блин. Прикиньте, девчонки написают, что, попежит тебя? — И она тебе, я лесбиянка с большой буквы. — Теперь. — Тут интересно, еще вскрываются факты от него. Он говорит, гомиком можно практически раз и стать, если у тебя предрасположенность. Я все ждал, когда превращусь в гомика или как-то. Он вечно говорил, как там у нас размерчиком, и вдруг сзади заедется, хватит. — Жду, когда превращусь в гомика. — Блин, так круто, что Никита все интонации для этой фразы приберет. — Там же история в том, что еще Льюис встречался с женщиной, взрослой вроде как, да? — Да, и китаянкой. — Да, он рассказывал, что у него девчонка, которая за 30 лет, и которая якобы, да, азиатка. — Они прямо говорят китаянка, он такой китаянка. — Он рассказывает про это, и он начинает расспрашивать про то, что да, ты серьезно встречаешься что-то, и он всегда говорил, да хватит это спрашивать, не веди себя как ребенок, вот так вот. Из-за этого они повздорили, опять он, и он говорил, ты опять спрашиваешь, как Коуфилд, все время в твоем стиле, и опять они якобы поругались, тот ушел на свидание, и Холден опять стал представлять, что у него пуля в кишках, вот после этого. Опять же он так напился, опять напился, и все, он сидит в баре у него, как будто этот, как будто он Райан Гослинг представлял. Хотя Райана Гослинга еще не было в то время. Он просто сперму представлял. И он такой пьяный, что он уже не понимает, куда ему идти, он решает идти, идти к себе домой, вломиться, он думает, я потихоньку вломлюсь, побеседую с моей сестренкой Фиби, и отдам ей пластинку, он разбил, кстати, вот это. Это пошел, это вот сейчас он вывалился из бара, и пошел вначале опять в Централ Парк, насколько я понял, опять там сел на лавке. Разбираться сутками. Да, он сел на лавке, посмотрел, вот так не было нигде. Да, и вот ебло утиное, разбил пластинку, которую сестре купил в подарок. Все, он идет к сестре Фиби, лифтер его не заметил, все, он прошел свою квартиру, на какую-то тоже мажорную квартиру в центре Нью-Йорка большую, где он зашел, и никто не услышал, что он пришел, как будто бы. Я думаю, в такой квартире охуенно с Демимур делится секретным, да? Сто процентов, она где-то там зависает. Вообще круто такая квартира, где никто не слышал, что ты пришел, прикинь, огромная просто. Да, но там потом, он идет в комнату к сестре, будит и оказывается, что родители идут дома. Да, да, да. Он разговаривает с сестрой, и еще вот тут важный момент, который меня чуть-чуть напугал, честно говоря, потому что, короче, Селлинджер, ну вот есть эта история, что произведение неотделимо от автора, и Селлинджер всегда, у него жены были очень сильно младше, чем он, то есть он в какой-то момент был в отношениях... Да сколько? Ну, он в какой-то момент, будучи взрослым, было 30 с чем-то, он состоял в отношениях с 14-летней девочкой с согласием ее родителей, то есть он пришел к ее родителям и сказал, можно я буду за ней ухаживать? Они сказали, да, конечно, вы же Селлинджер, вот, пожалуйста. А они с Вудиалином, они не особо дружили, нет? Мне вот интересно, они у девочки спросили, что она хочет с Селлинджером играть в Мудине. Они знали, он был уже известным очень писателем. А, тогда можно тогда кого угодно, да. И вот он описывает, вот что он пишет про свою сестру, как бы, ну то есть это, про маленькую девочку, он пишет, и тут я взял и ущипнул ее за попку, лежит на боку калачиком, а зад у нее торчит из-под одеяла. Впрочем, у нее сзади почти что ничего нет. В этой фразе нет ничего такого, что младшей сестрой... Да, конечно, японцы тоже про это кучу аниме сняли. Не, ну подожди, но Миш, не, достаточно жутко торчало попа... Попа или попка? Попка. Попка, блядь, тем более. Попка торчала. И видишь, он ее оценивает как женщину, что впрочем, там особо ничего и не было. То есть, если было, тогда бы он не щипнул, а такой, здорово! Роднулька, вставай. Ты не застряла тут случайно, а? Блин, ну я представляю, вот представляешь, вот так бы была эта книга над пропастью воржи, он шатается, выгоня, выходит из Пенс, ненавидят липы, и в конце, здорово, роднулька! Слушай, ну в переводе ним соло вообще в целом это все укладывается. И ты такой, нифигасе, вот это подводка, конечно, сэнджером умеет спрятать какое-то послание тайное. Вот что пишет он про свою сестру. Ужасно хотелось ее отшлепать. Еще минуты, и я бы ее шлепнул. Ну! Блять! Педофил! 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 Печать! Господа присяжные! Все, отменили книгу, получается. Отменили книгу. Все, он, значит, рассказывает, начинает рассказывать, разговаривать со своей сестрой о том, что... Она сразу понимает, что его выперли из школы. Он даже ей не говорил, она говорит, тебя выперли. Он говорит, меня не выпирали, Она говорит, тебя точно выперли, потому что ты приехал до среды. Папа тебя убьет. Она плачет, да, говорит, что отец тебя убьет, и он говорит, тебя отправят точно в военное училище, так как, на самом деле, произошло с сэнджером в школе. И там еще... Потом приходят родители. Да, блин, это вообще... Он еще курит в этой комнате. Вот, вот, вот. Приходят родители, он прячется, мама заходит и говорит его сестре, ты что, курила? Вот это я вообще не понял. Она такая, значит, она... Ей лет, наверное... Ну, четвертый класс, вроде. Девять, десять. Она говорит, ты что, курила? Она говорит, я чуть-чуть, я не могла уснуть. Да, я просто выпустила дым, и сразу выкинула в окно. И мама такая... Да, да, я махаю. Погодите, но вы же с фото смотрели. Слушай, ну мне... Ты просто прости, пожалуйста. Мне двадцать семь почти лет. У меня родители не знают, что я курю. Когда был lockdown, жил с отцом, я курил, нахуй, как наемный убийца. Перчатки, вот это свидетель. Да, я в какой-то момент, отец вышел на час, и мне очень хотелось покурить, не знаю, чтобы воняло. Я думал, что бы на руку надеть, нашел бахил, надел на руку бахил, и чтобы вообще не воняло, сделал мундштук и сломанные ручки, вот так, вот так курил. Давился этим дымом еще через мундштук. Да, да, это со стороны выглядело, как будто я ебанулся, и такая, я королева Великобритании. Я представляю, как ты потом весь этот аппарат кладешь в мешки для мусора, и поздно ночью... В разные, в разные обязательно. В разные мешки, конечно, и поздно ночью в реке его выбрасываешь, только на том берегу видишь, как какой-то мужик на тебя смотрит. Да, 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 и я раз в год возвращаюсь и ныряю. Дима! И ныряю. Бля, я сейчас испугался, как будто меня уже отец спалил, как будто он отсюда прослушал. А у тебя отец курящий? Нет. Тогда ты спалился сто процентов. Да ладно, ничего страшного. А нахуешь? Если спросит... Если у тебя такое отношение, тогда это вообще бессмысленно. Нет, ну тогда я не спалился. Ну и сейчас, ну посмотрит, ну похуй уже. А, как всякая жертва. После съемки, ты говоришь, бать, я там типа прикол был. Ну типа ну и так. Это я вот то, что я вот это пока, это не тебе. Так, ну покурил он, мать зашла. Потом он вылезает обратно из шкафа и берет в долг денег у Фиби. 8 баксов. 8 баксов, которые она... И 31 цент. Хорош. Которое она отложила на подарки, и она им прям их отдает. Он такой, это слишком много, мне надо 2. Она такая, это 8. Блин, классная она вообще. Да, клевая. И попка у нее торчит. Ты что, сука, блин? Я придумал шутку про папу Димы. Давай. Знаете, какая фамилия у папы Димы Колыбелкина? Кроватов. Я прям представил, как отец Димы прям на этом моменте стоп нажимает. Да ну нахуй! Кроватов, блин. Я Раскладушкин. Все, он в этот момент именно рассказывает вот эту историю про то, что он бы хотел ловить детей во ржи. Она спрашивает у него, чем бы ты вообще хотел в жизни заниматься. Холден, тебе ничего не нравится, ты всех ненавидишь, ты все презираешь. Что бы ты вообще можешь делать в жизни? Он говорит, я бы ничего не хотел делать, кроме того, чтобы ловить детей, чтобы они не упали в пропасть во ржи. Есть такое, что это очень... Извини, я перебил. Потому что это невероятно приятная картина на самом деле. Ну, взрослый парень, судя по голосу, красивый. Ловит детишек, которые вот-вот сорвутся в пропасть. А они играют, искренне очень играют. Им весело реально, потому что они бегают во ржи, им щекочут, пяточки, рожь. Ну, это ж метафора, видишь? Но там пропасть. Да, и вот именно, и он очень их клево ловит. Мессианство такое. Да, вот именно, это здоровская картина. Я представляю, это сверху, с высоты гирокоптерного полета. Мне вот, честно говоря, эта часть книги больше всего понравилась. Потому что все остальное, что-то как-то... А здесь он... Она его раскусывает полностью. Она единственная, как будто, кто ему говорит про то, что ты себя ведешь как гондон. А единственный ответ на этот вопрос, мне 16, и все. 16 все себя ведут как гондона? И тоже какую-то хуйню нанес. Просто он хочет быть детским аниматором. А просто так, а в 50-е не в ту такой профессии. И он страдает. Ему надо ждать. И он этот свой бедный костюм леди-баг уже постирал миллион раз и все ждет, пока изобретут мультик. Ему еще нельзя дома появляться. Он выбирается, идет к своему учителю из старой школы, мистеру Антолине, с которым они были в хороших отношениях. Он молодой и понимал приколы Холдена. Холден понимал ему. Его прикол, он ему звонит посреди ночи, и тот говорит... Учителя литературы еще. И он говорит, приходи, пожалуйста, можешь переночевать. И он там какой-то еще... Он женат на взрослой женщине, с которой очень богатые, и они спят в разных комнатах почему-то. И он, короче, очень по-доброму к нему относится. Все, они с ним беседуют, все хорошо. И Холден ложится спать и просыпается. Есть емкая характеристика мистера Антонини. Такой себе хитровывернутый типус, да и керяет он не слабо. Блин, как же он сильно здесь старался, Немцов, чтобы не написать хитровыебанный. Господи, я прям... Это был бы спойлер. Я с какого-то момента представляю, что у Никиты ничего не написано, но на сцоне на каждой странице написано импровизируй. Вот из головы фристайл. Он ей на клыка киданул. Фиби, ты подзаупная пизда проебина. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Короче, и он просыпается, Холден, от того, что этот мистер Антонини гладит его по голове, пока он спит. И Холден очень сильно пугается. Вначале он остался, поздно все поел. Они поговорили, там важно, что он его наставнические мысли рассказывал. Вот этот мистер Антонини, он его уважал. И первое, что он говорил про способ мышления его, что типа, Холден, ты неправильно мыслишь, ты мыслишь деструктивно. Тебе нужно как бы созерцать, тебе нужно... Это тоже как бы такой месседж, типа... Холден Колфилд вообще почти всех своих одноклассников очень плохо описывает, всех, с кем он когда-либо учился. И он рассказывает про одного парня, который ему очень нравился. И там в этой истории замешан как раз мистер Антонини, что он учился в какой-то школе. И был парень, который отказался свои слова обратно забирать. Он обозвал кого-то, ну там, кем-то пустозвоном, кем-то еще. Ему донесли, он пришел с друзьями бить его и говорил ему, забери свои слова обратно. И тот настолько не хотел их забирать, что выпрыгнул в окно и умер. То есть он разбился на смерть. И мистер Антонини... Отдельно выпрыгнул в окно и умер. И потом умер, да, от ковида. И мистер Антонини был тем, кто сразу подошел к телу, накрыл его своей курткой и унес его, несмотря на то, что куртка вся кровью пропиталась. Да, он не испугался того, что там это все так неприятно. Да, и это был момент, кстати, на который я когда 18-21 год читал, не обращал внимания. А сейчас, когда я перечитывал, я вообще жестко охуелся того, что это прям жуткий момент. Короче, да, он разбился героически, поступил этот мистер Антонини. И в итоге он его сильно уважал, на самом деле. И вот весь этот спич большой по поводу того, как нужно быть взрослым, что это типа незрелое мышление у тебя, что ты всех ненавидишь, что ты незрелый. Незрелый ум — это когда ты... Там есть такая цитата хорошая, я забыл уже, где ты живешь, и тебе все не нравится, но при этом ты все понимаешь. Вот так там было, я понял, что незрелый ум готов умереть ради любимого дела, а зрелый ум готов смиренно жить ради любимого дела. Да, это классная цитата, которая направляет на созидательное его мышление, на то, что вот, а в итоге все хорошо, он ему объяснил. А надо понимать еще, что когда он был в парке, у него уже он очень сильно простыл, он был очень пьяный, распахнутый, и начал чувствовать, что он вообще довольно уже себя плохо чувствует. То есть у него сильно болит голова, и весь разговор у него сильно болит, голова у Колфилда. Когда он разговаривает со своим учителем, что ему становится сильно плохо. И богу бы Колдрикса. Колден Колдрикс. После этого все, они поговорили, он ложится спать, сразу вырубается, я так понимаю, на маленькой кушетке. И происходит эта ситуация. Да, и он сразу же убегает и думает, что будет ночевать на вокзале, кое-как спит на вокзале, ему становится еще хуже. И он в итоге готов сбежать уже на Средний Запад, но идет записочку передать сестре, чтобы говорить, встретимся в музее, чтобы с ней попрощаться. А еще надо понять, что он просто его погладил, и он, Холден, это интерпретировал как то, что его домогается. Потому что он говорит, что я сталкивался тысячу раз с этим. Вот это тоже был жуткий момент. Да, что он говорит, что это тоже, мне кажется, для того времени, литература, где говорится о том, что там ребенок, по сути, все время перманентно сталкивается с такими вещами. Мальчик особенно. Нет, в смысле не то, что просто особенно, но и мальчики, и девочки сталкиваются с этим. И вот он говорит, я опять сталкивался с этим в школе, и это было то же самое. А он его просто погладил, и никакой, ну это просто интерпретация, нет никакой, это не говорится конкретно, что так. Есть цитата, как он анализировал произошедшее. Давай. Может, он меня по башке гладил, просто от нефиг делать. И чем больше прикидывал, тем тоскливее мне было, тем больше хер просыш. Да, все, они встречаются. Он написал записку, передал через учительницу, чтобы Фибе сказали. В итоге она приходит в музей уже с чемоданом, навстречу эту с чемоданом. Тащит его, да. И говорит о том, что это, с большим чемоданом, больше чем она, и говорит о том, что я поеду с тобой. Пожалуйста, не уезжай без меня. Вот. А он говорит, я тебя не возьму, ты никуда не поедешь, ты маленькая. И это очень растрогало Холдена. Да. И он в итоге, ну, они идут там еще в зоосад. Ну, они поругались. Да. И она идет по другой стороне улицы. Они идут вместе, но далеко очень друг от друга, но при этом контролируя, что они все-таки идут вместе. Да. И в итоге он ей говорит, что все-таки останется, и они просто вот так проводят время. И это в целом, на этом и оканчивается книга. Ну, ее дождь финальный, который добивает его, видимо, до состояния туберкулеза. Да, да, да. А про похабщину. Не буду обсуждать. Вот, еще, да. Момент, который мне показался тоже силен, перевод Немцова, что там в школе, да, он когда приходит в школе, и потом в музее, он два раза видит надпись, где на стене написано «фак ю». И он расстраивается, что дети увидят это и стирает. И в версии Маргариты Райд-Ковалевой, так в Советском Союзе нельзя было адаптировать «фак ю». И там написано просто без конкретити, что он говорит, я увидел, что на стене кто-то начертил похабщину и стирает ее. А вот в этой, Никита, залп. А пока сидел, заметил такую вот долбанутую фигню. На стене кто-то написал «хуй вам». «Хуй вам» вообще клевая адаптация. И это что примечательно, это единственный мат во всей книге. То есть то, что на стене написано «хуй вам», все остальные разы он там говорит хитро выкрученную, хезать. Блин, а ты, Никита, про хезать в цитаты приготовил? Или ты пропустил это? Ну, я что-то, прямо пролетели. Простили, можно просто, там есть любимая моя цитата, ты можешь ее прочитать. Или у тебя есть цитаты на финал? А, наверное, будет, там у меня много. Все, вот это еще одно описание Максима Немцова. Там была сцена, где он увидел каких-то извращенцев, когда он в отеле поселился. И он сам про себя говорит. В уме у себя я, наверное, такой половой маньяк, каких вы и не видывали. Иногда в голову лезет самое, что ни наесть Хизалова, которой я б не против был, если бы случай выпал. Я даже понимаю, как это может быть уматно. Хизалова такое, если вы оба там как бы накирялись и всяко-разно взять девку и плевать ей в рожу водой или как-то. Но фигня в том, что мне это не нравится. Пора, что это, если вдуматься. То есть, если девка вам по-честному не нравится, вообще не надо с ней дурака валять. А если нравится, то и рожа ее должна нравиться. А если рожа нравится, то не надо же Хизать на нее, с понтом водой плеваться. По-честному фигово, что такое Хизалово иногда может быть уматно. Девки тоже не сильно помогают, когда стараешься слишком уж не Хизать, когда пытаешься не испортить ничего по-честному хорошего. Я одну такую знал пару лет назад, так она еще Хизаней меня была. Ух, вот. Я не могу больше. Ух, вот Хизушница. Хотя какое-то время с ней была умата. Это не эта книга. Но как с Хизушницей бывает. Про секс, если по-честному, не очень секу. Там никогда не знаю, что нахер делать. Это Максим Немцов сам подписал. Я про секс не очень секу. Просто Хизушница. Я очень хочу вот этот кусок текста достать и как-то обоссать его. А что такое Хизы? Слушай, вообще написано. Спасибо. Спасибо, я сегодня... Можно это пять минут? Пожалуйста. На тюремном сленге это посещать дальняк. А, понял. То есть срайзи. Да. Блин, на самом деле еще вот угар, что все эти слова, если ты вбиваешь в гугле значение этого слова, он выдает, что все это воровской жаргон. То есть Максим Немцов хорошо передал перевод, сленг просто ошибся со сленгом. Но мы же теперь понимаем, что это неправильный перевод. По большому счету там пропущены места. Да, да, да. Но там, к сожалению, пропущены. Например, они в зоопарке видят медведя. И здесь пропущено предложение, что из берлоги торчала только задница медведя. Но Максим Немцов пишет, что из берлоги торчал только его пердак. Ну а если бы он поменял, типа у сестры пердак торчал, а тут попка. Сразу такие, ну да, нормально, попка, медведя. Я ущипнул сестру за пердак. Не, вот кстати, наоборот. У сестры как раз пердак, потому что сестра, ну типа хоуми, вы на приколе. А попка? Блин, ущипнул медведя. Ущипнул, ущипнул. Такая сочная, накачанная. Бурая попка. В итоге он в эту переводил, он вначале переводил Буковский, потом на торпусе вложил и на СТС сериал, и все, адаптировал который. «Пержусь, сестрой, ебусь с медведем». Правила жизни по Максиму Немцову. И в целом тут все заканчивается. И вот что, наверное, важно обсудить с Холденом Колфилдом. Позовем его. С надпропастью воржи. Из-за этой книги убили Джона Леннона. Да, мы знали. И помимо этого убили еще одну знаменитость. И было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана, но он выжил. Слушай, ну как еще в Саус-Парке серия, там тоже Аббатерс пытался кого-то убить. Но это не то, что из-за этой книги. Но нет, вот с Джоном Ленноном действительно, что убийца говорил, что это все его заставил сделать главный герой. И он, когда приехали копы, он как будто, я не знаю, насколько достоверная информация, он читал эту книгу сидел. И вообще, слушайте, просите, вот тебе, Миш, понравилась, тебе понравилась книга, тебе понравилась книга? У меня вот что произошло. Я не читал, и у меня были охуеть какие завышенные ожидания от этой книги. Потому что все, блядь, это культово вообще, надо прочитать каждому. Да не надо. Но я прочитал, я прям расстроился в конце. Да-да, потому что ты читаешь, тебе хочется убить Джона Леннона, а Джона Леннона уже мертвый, у тебя не получается. Ты думаешь, в этом дело? Спасибо, я понял. Я понял, я понял. Ну я вообще, на самом деле, я сделал выборку цитат из книг, кого еще можно убить, если верить Холдену Колфилду. Потому что Джона Леннона, вот что произошло. Марк Чепман был огромным фанатом над пропастью воржи, Холден Колфилд ненавидит липу, вот это все. И про Джона Леннона вышла статья в журнале, который нашли потом Марка Чепмана, где как раз его обвиняли, что он стал фейковым, и он только бизнесмен, и не пишет песни. И, соответственно, Чепман его убил, и он сейчас, он еще жив до сих пор, и он сидит в тюрьме, и в августе этого года у него слушание Абудо. И я надеюсь, что выпустят, он с кайфом посмотрит этот выпуск. Можно убить Тимати. Он тоже стал бизнесменом. Да, до этого он был настоящим. Музыкант. Да, это true хип-хоп. Да, вот цитаты, если вдруг вы прочитали книгу, захотели убить Джона Ленна, он уже мертв, вот тут есть немного цитат, которые помогут вам еще это убить. Я и вообще не люблю больных. Первая цитата. На той же странице. Не люблю я стариков в пижамах и халатах. Согласен, твари. Меня до смерти раздражают, когда кричат, что кофе готов, а его все нет. Вот, пожалуйста, три. О, сука, Старбакс, держи. Блин. Что можно Пола Маккартни убить? А там, на самом деле, там же, короче, Чепман рассказал, что у него был большой список, что на первом месте был Джон Леннон, но если бы у него не получилось убить Джона Леннона, то там дальше был Пол Маккартни и Дэвид Боуи. Что Дэвид Боуи рассказал, что там вообще такая трагическая история, что Марк Чепман, у него был куплен билет в первый ряд на спектакль, где играл Дэвид Боуи. И у Йоко Оно и Джона Леннона тоже были места, потому что он рассматривал вариант их там убить, либо убить Дэвида Боуи. Но он сделал это все до, и Дэвид Боуи знал эту историю, и он выступал со спектаклем и видел три пустых места в первом ряду, и ему жестко жутко было из-за этого. Потому что это места были Йоко, ну, всех вот этих ребят. Блин, ну ёбок. Кто? Чепман? Сами решайте. Давайте любимые цитаты. Моё прочисляю. Давай. Где эти мумии, а? Повторял мальчишка. Вы знаете, где они? Я решил их подразнить. Мумии спрашиваю. Что это такое? Ну, сами знаете, мумии, мертвяки, их еще хоронят в пираминах. В пираминах! Вот умора! Это он про пирамиды! Так. Так, у меня, по-моему, кстати, сейчас найдется. Сука, на все готовенькое пришел. Я от женщин балдею, честное слово. Ну, прекрасно же вообще, прекрасно. Вот, ну, в 16 лет, это ж надо так сказать. По-наивному и не пошло. А мне нравится вот эта строчка, когда он с проституткой разговаривает. Я, ну, я совершенно не знал, о чем с ней говорить. Хотел было спросить, как она стала проституткой, но побоялся. Все равно бы она не сказала. А приятная такая, я приехал в Нью-Йорк поступать. Хотела на актрисы быть. И он такой, так ты еще и актриса, блядь. Так. Я чего там валандался? Я с понтом хотел попрощаться. Ну, то есть я и раньше сваливал. И из школ, и так, что даже не дорубал, сваливаю или нет. Терпеть не могу. Да наплевать, сопли там на прощание или вопли. Но когда я сваливаю, мне надо знать, что я сваливаю. А горький вкус твоей любви, я убил. Не, не то, не то. Другая должна быть какая-то. Безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. Все, похуй, Лех, ты все проебал. Безумно можно. Ты мог с такой же вероятностью, а кто такие фиксики? Не то же самое. Тридц, тыц, фумигатор. Да, вон там в какой-то момент он ругает чуваков, которые тачками выделываются. Да, и тут есть такая цитата, что «А мне и старые тачки не в струю». В смысле совсем пофиг. Уж лучше нафиг лошадь. Лошадь, она, по крайней мере, человек. Ёксель-моксель. Мне нравится, что он тут, знаешь, у него иногда блатной, но иногда электроник прорывается. Так, ну, ёксель-моксель. И на этой интеллектуальной цитате я думаю, книжный клуб окончен. Спасибо большое, парни.